Теперь я вынужден отклониться, я хочу белорусам походить. Мне так понравилась вот эта вещь, ведь понимаете, я, казалось бы, жизнь прожита зря. Кто сейчас поймёт, это важнейший момент, это миллионы жизней погубленных с тех пор, как первая машина поехала. Это значит, что в этом месте дорогу пересекает геопатогенная зона. И у людей, не у всех, но у некоторых, на этой дикой скорости крыша едет. Это, видимо, кто-то из нас в Белоруссию попал. Кто ездил на машине по Белоруссии, должны выйти эти необычные знаки. По крайней мере, я таких не встречал треугольничной точкой. Смотрим дальше. На обратном пути снова знаки начали попадаться. Я снова стал размышлять, ну, видимо, россиянин. Но безрезультатно. Ну, правильно, откуда у наших-то проблемы чихать они хотели. Как оказалось, знак обозначает особо опасный участок пути. Но не просто особо опасный, для этого есть более привычный, сказать, а участок длиной не более километра, на котором в последние пять лет произошло не менее пятисередных аварий. Внимание. Вот это вот то, что должно быть. Вот у них вот здесь должен такой знак стоять. Это вот уникальный человек. Вот мы вместе сделали этот знак. Идея моя. И я сказал, нарисую еще череп с костями. Чтобы пробирало до костей. А дальше появился красивый знак, который нахренит. Через сколько лет он появится, интересно. Остается только научиться мерить эти самые гипотогенные зоны. А это проще парень на репах. Вот. Денисенко. Вот человек. Я вынужден. Когда-то, когда-то пройдет время. И когда этот знак будет, никто появится на дорогах. И будут спасены тысячи. А в конечном счете, когда она распространится по всем землям, по всем краям, миллионы жизней. Вот. Я хочу, чтобы вспоминали не только меня, но и вот этого человека. Талантливого. Компьютерщика. Компьютерщика.